Нефтяное дно пройдено окончательно, считают эксперты. Напомним, месяц назад котировки баррелей марки Brent впервые в истории торговались в минусовом диапазоне. Теперь черное золото достигло рекордных за два с лишним месяца 35 долларов за бочку. Восстановление спроса со стороны многих стран Китая вышел на докризисной, до пандемии масштабы потребления нефти. Европа постепенно начинает потреблять нефть, но и в том числе такие низкие, в том числе отрицательные цены на нефть, которые мы уже видели, они сами по себе говорят о том, что рано или поздно нефть должна была расти. Сейчас мы увидели как раз такой рост и, скорее всего, этот рост также будет немного скорректирован, потому что цена доходила до 35,5 долларов. Это рост больше, чем на 60% с минимальным значением. На таком фоне серьезно укрепляется рубль. Плюс к этому иностранные инвесторы активно покупают за валюту российские облигации федерального займа. Доллар опустился ниже 72 рублей, обновив минимум с 11 марта. Евро закрепился на отметке в 79 рублей. В целом мировые рынки настроены оптимистично. Мировые центральные банки осуществили колоссальные меры поддержки финансовых рынков. Влиты колоссальные средства, которые не сопоставимы с теми средствами, которые выделялись в предыдущий кризис. Это, опять же, тоже находит отражение в котировках финансовых активов. Плюс ко всему уже идут разговоры и какие-то подтверждения о том, что найдена вакцина от коронавируса. Соответственно, некоторые компании уже вышли на последние стадии испытаний или доказывают уже эффективность некоторых лекарств. Это тоже вносит определенный позитив. Но есть и негативный фактор, который может замедлить рост. Данное состояние мировой экономики по итогам второго квартала будут, по прогнозам экспертов, плачевными. И, как следствие, падение российского ВВП в 2020 году составит 6%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова